Переведено и озвучено по версии... Калакен Роккерс, я... Смертельный заезд на дрифтрайке на Брейлдроп У меня ощущения такие, как когда ты знаешь, что в ужастике сейчас должно что-то произойти, и ты приготовился к этому, вот какие у меня ощущения. Это видео типа победа или смерть. Я нервничаю, и я не уверен, что я даже буду это делать. Это то видео. Это то самое время. Фетчи Поттер. Против безумия, которое у него в мозгу. Это будущее моей трайковой карьеры. После этого ты можешь стать про-трайкером. Я думаю, ты должен. Это за пределами моих возможностей. Это за всеми пределами. Это 100% самая безумная вещь, что мы тут делали. Но не считая той ёлки. Это примерно на том же уровне. О, блин. Если это видео не развирусится, я очень расстроюсь. Просто из-за этого полного безумия. Хотел бы я, чтобы вы увидели, насколько это на самом деле масштабно. Потому что камера этого не передаёт. Напомню. Перед тем, как он это сделал, Я стоял там, занимался доставкой. И тут он вбегает. И такой. У меня идея. И смотрит. И потом. И убежал. И тут начали раздаваться звуки, как всё ломается. Как он всё двигает. Он всё подвинул. Ничего не осталось. И потом он такой. Найджел. И я захожу. И потом Найджел сказал. Чё ты делаешь? Да? И он такой. Я заеду на трайке на Брейлдроп. Это возможно. И я такой. Чувак. Ты псих. Я тебя люблю. Ты магёш. Пару матрасов для безопасности. Это кошмар Фетти. Наяву. Его гордость и радость. Всё, что только придёт в голову. Его хлеб и масло. Я, кстати, построил это за рекордное время. Всё поставил сам, кроме вот этой вот рампы. Вот что я думал. Мы съезжали с него. Но на него не заезжали. Она с Кейси, и на него, и с него. Банджи привязана вот здесь. Отсягиваешь в ту сторону. Через три. Запускаешь. Отсюда. До сюда. В ширину. Метра полтора. В высоту. Метр. И ещё он должен пролететь между двумя вот этими столбиками. Это какой-то бред. На скейте я попробовал, но на трайке ни за что. Ни за что. Ты дошёл до точки, в которой я уже не знаю, что сказать. Ты знаешь, мне всегда есть, что сказать. Но в этот раз, наши полномочия всё. Для протокола. Фетти не хочет надевать шлем. Мне кажется, если надевать шлем, то это значит, что ты ожидаешь худшего. Окей. Но мне кажется, если ты взглянешь на ту хреновину, которая стоит за мной, то тебе стоит ожидать худшего. Вот что я об этом думаю. Вот и всё, что мне надо сделать. Честно говоря, мне кажется, он сделает это с первой попытки. Точно не надо наклоняться вправо. Даже если наклоняться влево, там стена, ты за неё зацепишься, и всё. Но если падать справа, то это как падать с брейлдропа вниз головой и трайком сверху. Я знаю, ты тоже нервничаешь, но у тебя точно получится. Ты что, хочешь поставить там стол? Нет. Он хочет, чтобы было как в рестлинге, я упал на стол. Я скорее улечу куда-то вниз, чем упаду на матрасы. Давай, братан. Эй. Давай, краба. Желаю удачи. Спасибо. Люди не понимают, как сильно мы заботимся друг о друге. Просто потому, что мы часто друг над другом прикалываемся. Но я сейчас безумно нервничаю. Некоторые люди могут подумать, что типа, о, это не настолько-то и безумно. Типа, реактивные клоуны уже делали это на своих трайках. Но их окружает мягкая земля и защитные маты. А у нас тут реально. Карлос единственный, кто делал нечто подобное. Если ты облажаешься, то ты будешь падать с брейлдропа вниз головой. На бетон. Эй, нет, иди садись. Они сделают. Готовься. Скажи, когда будешь готов. О, блин. О, боже мой. Три, два, один. Я прилетел там. Надо понять, куда убирать ноги. Пора бы надеть защиту на лодыжки. Он наберёт достаточной скорости. Знаешь, будет реально отстойно, если мы вырвем эти перила. Это будет круто, ты о чём? Кроме трюков Экси, это будет вторая главная фишка этого видео. Они просто вылетят отсюда. Готов? Три, два, один. Всё из-за того, что я немножко скользнул вот там. Это такая нервотрёвка. Ты определённо перелетел вон всю эту штуку. Я думаю, из-за этого дрифта ты потерял скорость. Так было лучше? Да. Хочешь пойти пописать? Нет. О. Я могу пойти пописать, только если я это сделаю. Самый важный исторический момент за всю историю Брейл. Круче будет только, когда мы заставим Карлоса дропнуть с этой штуки. Это можно будет сделать или с вот этой балки, или с вот той вон туда вниз. А ещё дропнуть с крыши на улице. А ещё и с крыши точно забыл. Три, два, один. Когда ты стартанул, тебя занесло. И тебя снесло вправо, но не влево. Это тяжело, потому что я рулю одной рукой. Матрасы сработали идеально. Да, я нажал на тормоза, потому что я знал, что всё равно не долечу. Матрас работает. Теперь, когда я знаю, что матрасы работают, я чувствую себя немного. Вот настолько немного лучше. Можете сменить опору для банджи, или тебе нормально? Мне нормально. Держи свою руку не на краю руля. Держи свою руку сначала чётко посередине руля. Да, потом бросаю. Да, бросаешь и хватаешься руками. Но в этот раз я хоть доехал. Я уж подумал, вот оно. Ты в порядке? Ты в порядке? Он наехал на банджи опять. Я до него наехал. Я ударился об брейл дроп. Вот. Прямо в тату. Старая добрая ссадина. Надо привязать к концу верёвку. И Тай встанет вот там. И когда Фетти отпускает банджи, Тай потянет за верёвку и берёт его с пути. Оно там где-то застряло. Ты сможешь, большой папа? Нечего бояться. Без жертв нет победы. Три, два, один. Выглядело так, будто твоё переднее колесо полностью развернулось боком. Ты в порядке? Я в норме. Ооооу! Ты заехал на рампу так жёстко, что твоя правая рука просто соскочила. И колесо развернуло. Давай, отсчитывай. Три, два, один. Было хорошо. Технически ты запрыгнул. Нет. Нет, это не считается. Это не считается. Уже почти. Боже мой. Ты животное, чел. Ты безумен. Ты не будешь держать ноги на педалях? Нет, я не могу крутить их так быстро. Три, два, один. Нормально. Нормально? Я хочу повисеть здесь немножко. Нормально, я держусь. А, окей. Знаешь, что я заметил? Всё, что у него есть для защиты, это перчатки. И всё. Я скорее улечу куда-то вниз, чем упаду на матрасы. Это видео типа победа или смерть. Как падать с брейл дропа вниз головой и трайком сверху. Три, два, один. Ты в порядке? Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я повредил пальцы Ты в порядке, Дэн? Я думаю, да, я задел его тоже Я думаю, тут можно заканчивать Это всё Вот это реальный братан вот там Ты в порядке, Узи? Пальцы выгнулись назад Колесо ударило в ухо Ты в порядке, Узи? Может, водички? И мои пальцы выгнулись полностью назад Оху Оно ударило тебя в голову сбоку? С моего ракурса ты просто нырнул и пропал Колесо ударило меня в лицо сбоку Я не помню ничего Блин Оно ухерачило Узи так сильно Божечки мои, а таз? Так жёстко его ушатало Заднее колесо, это было заднее колесо Да Я имею в виду, он спас его жизнь Теперь ты готов к подобному Теперь ты официально подготовлен И хорошо, ты теперь знаешь, как падать Но у меня есть кое-какие знания Я знаю всякие там медицинские процедуры Вот он может и принести тебе мешок со льдом Приложишь минут на 20 Ты уверен? Ну, ладно Но лучше тебе, конечно, двигаться Потому что чем дольше ты сидишь, тем сильнее оно стягивается Узи сломал шею Знаешь, когда бросаешь камешек в пруд и от него отходят круги? Вот примерно это я испытывал в моей голове, когда я упал Вот примерно так Никогда это не пробуйте Если придёте сюда, не думайте, что вы можете это сделать Потому что вы не можете, мы вам не позволим Ты ударился? Да Может быть, если мы заедем и возьмём те гимнастические маты Мы сделаем раунд два Пожалуйста, пишите в комментариях Что-нибудь для этих двух прекрасных джентльменов И до следующего раза Там и увидимся Но насчёт этих ребят не уверен Посмотрите другое видео Wow Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!